Теперь у нас на постоянной основе будет перевод на болгарский язык. И поэтому можете приглашать своих друзей, знакомых, соседей. Что можно слушать и на русском, и на болгарском. Защото тук можно слушать и на болгарский, и на русский. И можно учить и русский, и болгарский язык. Тема моей проповеди сегодня... Темата на моите проповеди днес е... Церковь естела Иисуса Христа. Церковь и тялото Христово. Мы церковь естела Иисуса Христа. Ни сме церковь и сме тялото Христово. Скажи слава Богу. Да кажем слава Богу. Слава Богу. Я хотел би, чтобы мы вначале посмотрели один короткий клип на 4 минути. Искам за 4 минути да видите един клип като начало. Сегодня группа прославления пела Хороший Псалом. Днеска нашата группа за прославления пела един много хубав Псалом, четвърти Псалом. И одна песня звучала так, что Бог Ти продумал каждую деталь для нас. Каждую деталь. Да. И един от изразите бе, че Господи Ти си промислил за всеки един детал. Да, можно кого-нибудь опять попросить выключить свет? Давайте мы посмотрим. Исключайте светлината, да се вижда по-добре. ...эко, бактерии и носорога больше общего, чем кажется. Мы все состоим из клеток, элементарных частиц жизни. Как же устроена клетка? Существует множество типов клеток. Они имеют разную форму, размер и внутреннее строение. Различаются и их функции. Нервная клетка проводит нервный импульс. Мышечная способна сокращаться. А эритроцит переносит кислород. В многоклеточном организме у каждой клетки есть специализация. Клетка инфузории туфельки или кишечной палочки это отдельный самодостаточный организм. Но любая клетка, кому бы она не принадлежала, имеет несколько ключевых компонентов в своем строении. Внешняя оболочка клетки называется плазматической мембраной. Это тонкий слой липидов. Именно он отделяет живое от неживого. Мембрана регулирует взаимодействие клетки с окружающей средой. Специальные каналы определяют, что может попасть в клетку, а что нет. Все реакции в клетке происходят в цитоплазме. Она состоит в основном из воды. В ней растворены белки и соль. Согласно некоторым гипотезам, химический состав цитоплазмы похож на среду, где зарождалась жизнь. В цитоплазме находятся и органеллы. Они выполняют разные функции и жизненно необходимы для существования клетки. Важнейшие органеллы, митохондрии и хлоропласты, когда-то были бактериями. Их попыталась поглотить другая клетка. Но вместо этого они вступили в симбиоз. Сейчас митохондрии производят энергию, а хлоропласты обеспечивают фотосинтез. Наследственная информация хранится в молекулах ДНК. В размотанном виде длина нити ДНК человека составляла бы почти 2 метра. Но в клетке они плотно упакованы и помещаются в крошечном ядре. У бактерий ДНК гораздо короче. Она свернута в кольцо и просто плавает в цитоплазме. Своя ДНК есть в митохондриях и хлоропластах. Цитология стала развиваться в начале 19 века. Чтобы определить, как устроены клетки, ученые фиксировали их с помощью формалина или спиртов. Этот метод позволил узнать, как устроена мертвая клетка, но не как она живет. Наблюдать за молекулами в живой клетке ученые смогли после открытия флуоресцентных белков. Они стали использоваться в качестве метки. Если прикрепить светящийся белок к белку внутри живой клетки, появляется принципиальная возможность отслеживать его перемещение. На небольшой участок клетки, в котором находится флуоресцирующий белок, направляют мощный лазер. Флуоресцентные молекулы выгорают при сильном освещении, поэтому в зоне облучения образуется темное пятно. Если белок подвижный, из зоны облучения выцвевшие молекулы будут уходить, а флуоресцирующие туда приходить. Результаты экспериментов произвели революцию в представлениях о клетке. Теперь мы знаем, что это очень подвижная система. Все структуры в ней постоянно двигаются и изменяются. Относительно стабильно и устойчиво только ДНК в ядре. Сейчас ученым уже удалось смоделировать возникновение нуклеиновых кислот и простых белков в лабораторных условиях. Но как могла появиться мембрана, отделившая первую жизнь от нежизни? Это остается загадкой. В каком-то смысле возникновение клетки даже больше вопрос, чем происхождение жизни. Слава нашему Богу! Слава нашему Господу! Происхождение клетки, как и происхождение жизни, сегодня загадка для всего научного мира. Да, происхода на клетката е като происхода на самия живот. И всъщност това е една голяма загадка и за науката. Если мы сегодня рассмотрим только одну клетку... Ако днес разтворим една клетка... То мы увидим насколько сложна она сотворена. Ще видим колко сложно сотворена е тя. Но кто сотворил первую клетку на этой земле? Но кто сотворил тази клетка на тази земля перво? Теория эволюции этого объяснить не может. Теорията на эволюцията не может да объяснить това. Но Библия отвечает на этот вопрос. Но Библията отговаря на този вопрос. Столь сложную клетку мог сотворить только творец. Толкова сложна клетка може да го сотвори само творецът. Невероятна клетка. Невероятна клетка. Невероятный творец. И творец тоже невероятен. Да, творец тоже невероятен. Почему сегодня я затрагываю эту тему? Защо се докосвам до тази тема? Давайте мы откроем первое место из Писания. Это послание к Римлянам, третья глава. Римляни, първа глава. Да се обърнем к това послание. Римляни, първа глава. 23 стих. 23 стих. Потому что все согрешили и решили слава Божия. Защото всички согрешиха и се лишиха от славата ся. Мы все помним это место. Помним го това место? Это место говорит о том, что все человечество, независимо от какой национальности, какого пола, все согрешили. Това говорит, че цялото человечество, независимо от какъв происход, е согрешило. И второе, были лишены Божьей славы. И са были лишени второ от Божията слава. Я сразу хочу открыть еще одно второе место, которое... ...кото написано во втором послании Коринфинам... ...двайсети второ... ...второе послание Коринфинам, четверте. Второ послание на Коринфинам. Четверта глава. Четверта глава. С первого... ...по шестой стихией. От първи до шести стих. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытые и постоянные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, представляя из себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них небо сиял свет благоествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Да, если кратко, то да, можно сделать краткий перевод на болгарский язык, что это место говорит о том, что Божья слава, она была восстановлена. За това, че Божьей слава беше восстановлена на тех, кто поверовали в Иисуса Христа. На тези, обаче, които са поверовали в Иисус Христос. Что и свет Иисус Христа просветил наши сердца, че от светлината на Иисус Христос нашите сердца са просветлени. И теперь мы снова во свете. И ние отново светим. И мы снова в Божья славе. И ние сме прославили. И для чего был показан этот клип? За что показах ми този клип? Этот клип наглядно показывает состояние греха. Този клип показва наглядно за греха, состоянието на греха. И состояние святости. Святости, праведности. Да, и состоянието на светоста и праведността. Клетка, она настолько сложно устроена. Клетката е натолкова сложно устроена. Что она имеет защиту оболочку. Тя има защитна обливка. Она может пропускать в себя какие-то токсины, какие-то шлаки, инфекции, бактерии, но в същото время тази клетка има своя защита, самостоятельная очистительная программа, которая вычищает из себя эти токсины, която от самосеби си изчиства тези токсини и убива инфекцията, съответно. Това е като преобраз на греха. Много точен пример. Тоест, ние живеем в този свят и този свят не е съвършен. Греха идва при нас до косване и ние не можем да се справим с това, но в същото време ние пак имаме победа в Исус Христос. Ние имаме много мощна имунна система в името на Исус Христос. Исус Христос уже в нас победил греха. Он изцеляет любви болезни в нас. Он победил в нас смерть. Той победил смерть. И наши души предназначены для вечной жизни. И наши души са предназначени за вечен живот. Можем ли да кажем Амин? Я буду продолжать. Ще продолжаю. Ако четем първо послание от Йоанна, и то внимателно, в първата глава, я, опять же, прочету это на русском языке и потом мы будем дальше пояснять. Първо ще го прочитаем на русский язык, и после ще го потолкуваме на българский. Тук апостол Йоанн пише. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во сьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Ако казваме, че не ходим в темнината, то не лжим себе си. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, Ако ходим обаче светлината така, както Той е ходил, То имеем общение друг с другом, То имаме общение един с друг, И кровь Иисус Христа, Сын Его очищает нас от всякого греха. Да, и кровь на Сына Иисус Христос не очиства. Если говорим, что не имеем греха, Ако кажем, че не имам грех, Обманываем самих себя. И лжим сами себе си. И истина Его нет в нас. И истината Му не е в нас. Если исповедуем грехи наши, Ако исповедваме нашите грехове, То Он, будучи верен и праведен, То е верен и праведен, Простит нам грехи наши, Да прости всички наши грехове, И очистит нас от всяка неправда. И да ни очисти от всяка неправда. Амин. Амин. И вот это место, оно как бы, вот так, не совсем простое. Това място на вид не е много просто. С одной стороны, оно говорит о том, что Тот, кто говорит, что он без греха, тот е лжец. Да, от една страна, казва, че този, който казва, че няма греха, е лжец. А с другой стороны, мы находимся не в власти греха. А в другото се казва, че няма не сме в властта на греха. И по-нататък, по-точно в третя глава, Разкрывает обратною сторону. А се разкрива обратната страна. А что мы не призваны жить в грехе. За това, че ние не сме призвали да живеем в греха. Первое послание от Иоанна. Третья глава. Третья глава. Четвертого стиха. От четвърти стих. Всяки делающий грех делает и беззаконие. А всеки направен грех говори за беззаконие. Грех е беззаконие. Грехът е беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того. Исус явился для того. Да, Исус за това се яви. Чтобы взять грехи наши. За да вземе нашите грехове. И что в нем нет греха. Защото в Него няма грех. Всяки, пребывающи в нем, не съгрешают. Всички, които са в Него, пребивават в Него, не са съгрешили. Всяки са грешащи, не видел его и не познав его. Седьмой стих. Дети, да не обольщает вас никто. Дети, да не обольщает вас никто. Да не съблазняет вас никто. Децата да не се съблазняват от това. Кто делает правду, тот праведен. Подобно как Иисус праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. А който прави грех, е от дьявола. Потому что дьявола сначала сагрешил. Защото дьявола от начала сагреши. И смотрите, в первой главе написано, что кто говорит, что... Ето, в первой главе написано, что този, който греши... Не, не грешит. Тот, кто говорит, что не грешит, тот лжец. Да, този, който казва, что не греши, е лжец. А в третьей главе написано, что если кто сагрешает, тот е от дьявола. Да, а в същото время е написано, что този, който сагрешава, и может показаться противоречия. Но противоречия нет на самом деле. Для этого нам надо посмотреть как устроена клетка. Клетка это прообраз жизни человека. Сам Иисус Христос имеет совершенную клетку. Он был на земле. Он был искушаем. Он был искушаем. Но греха не сделал. Его клетка имеет абсолютно защиту. Люди в этом мире это прообраз нездоровой клетки. Так как они отсоединены от Божьей славы, лишены Божьей славы. Их оболочки не имеют защиту. И тяхната обвивка няма защита. И рано или поздно грех обладевает ими. И рано или късно греха ги... Да, има власть на тях. Власть греха, власть проклятия, власть болезни приходят на этих людей. И да, и власть на проклятия, власть на болезни, идва върху тях. Но слава Богу... Но слава Богу... ...что у каждого человека есть выход. Но има изход от това, слава Богу. И этот выход – Иисус Христос. И този исход е Иисус Христос. Кто такие верующие? Кто такие христиане? Какво е това да си вярваш? Христиане? Какво сме христиане? Христиане – это клетки, которые присоединены к Богу, к телу Господню. Да, христианите – това са клетките, които са преобразовани в тялото Христово от Иисус Христос. Я хотел бы, чтобы вы включили следующий клип. Ну, немножко... Хайде да включим следующий клип. Буквально, опять же, да выключим свет. Потому что это очень важно. Да исключим светлината. Мы послушаем только начало, потому что этот клип уже около 8 минут. Мы весь клип не будем слушать, но... Целия клип няма да слушам и само началото, защото целия клип е около 8 минут. Да. Внутренняя жизнь клетки. Мы внутри кровеносного сосуда. Эритроциты быстро несутся кровотоком. Лейкоциты же медленно катятся по эндотелиальным клеткам, выстилающим внутреннюю поверхность сосуда. П-селектин на поверхности эндотелиальных клеток взаимодействует с л-селектином на поверхности лейкоцита. Селектины – это гликопротеины, относящиеся к классу молекул клеточной адгезии. Лейкоциты прилипают к стенкам сосуда и катятся по ним благодаря тому, что существующие связи разрушаются. И в то же время образуются новые. А эти связи, в свою очередь, возможны благодаря внеклеточным доменам обоих белков, выступающим из внеклеточного матрикса, покрывающего поверхность клеток обоих типов. Внешняя поверхность липидного бесслоя клеточной мембраны насыщена сфинголипидами и фосфатидилхолинами. Плоты из сфинголипидов возвышаются над остальной частью оболочки, состоящей из специальных мембранных белков. Эти липидные плоты более плотные и твердые за счет расположенных в них различных молекул жиров, белков и холестерола. Плоты координируют клеточные процессы, влияют на текучесть мембраны, служат организующими центрами для сборки сигнальных молекул, регулируют перемещение мембранных белков и рецепторов, а также регулируют нейротрансмиссию. В местах воспаления выделенные химокины, связанные с гепарансульфат протеогликанами на поверхности клеток эндотелия, презентуются рецептором лейкоцита с семью трансмембранными доменами. Связывание стимулирует лейкоцит. Вы, наверное, все понимаете, да? То, что сейчас вы здесь показываете. Не говорите, что мои проповеди сложны после вот этого, потому что я просто проповедую. Предполагаем, что все разбирайте и видите, сколько я сложна. Какое направлено от Бога. Можно ли в такой объяснить теория эволюции? Може ли това да возникне от теорията на эволюции и да бъде обяснено? Речь идет здесь об одной клетке, всего лишь об одной клетке. И тук става вопрос за една единственная клетка. Когда ученые проникли в эту клетку, они поняли, что они ничего не знают. Но это еще не все. Но това не е още всичко. Можно проникнуть еще глубже. И ученые поймут, что они вообще ничего не знают. И тогда они разберут, что они ничего не знают. Слава на нашему Богу! Мы можем дальше смотреть, как сложно устроена клетка. Это целый космос. Космический мир. И мы верим в то, что это Господь сотворил. Всичко от Бога. В 32-м псалме написано, Бог повелел и сделалось. Да, в 32-й псалм е направил Господь заповяд и то стана. Да, сказал и явилось. Каза и то сияви стана. Бог посредством ангелов и духов сотворил. Так говори священное писание. Бог посредством ангелите. Сотворил духов. Е сотворил духовите. Слово Божие говорит, что мы... Это тоже написано в 2-м послании Коринфина, в 5-та главе. Что мы новое творение. Да, в 2-о Коринфине написано, че нисме ново творение. Новое творение в Христе Иисусе. Ново творение, обаче в Иисус Христос. Древнее все прошло. Древното, старото, всичко мина. Теперь все новое. Сега всичко е ново. У нас новые клетки. Ни имаме нови клетки. И что самое важное. И най-важното е. От у нас сегодня причастие, Господни. Ето ние имаме сега днес причастие. Мы причастники Божественного естества. Ние сме причастники на... Божественное естество. Да, на Божественото естество. Мы присоединены к телу Господня. Да, ние се присоединяваме к телу Христово. И в тот момент, когато мы открываемся перед Ним. Открыти перед Ним. И в този момент, когато ние се откриваме пред Него. Кровь Иисус Христа. Кровта на Иисус Христос. Вычищает нас. Тя не изчиства. От всякого греха. От всякой болезни. От всяка болезнь. От смерти. От смертта. От всякого проклятия. И от всяко проклятие. Да. Видя клип продолжается. И это все одна клетка. И това всичко, което виждате и продолжава и всичко, това е една клетка. Почему сегодня я решил об этом проповедовать? Защо днес именно това избрах да проповядвам? Потому что мы уже, в принципе, этот опыт проходили в нашей первой церкви, во второй церкви. Да, защото по принцип в нашата първа церкви сега тук ни вече гуминаваме. Что периодически появляют случения о том, что мы бессильны против греха. Что мы ничего не можем сделать. Да, защото има едно такова мнение, че ние сме бессилни към греха и още там други. В нашей старой церкви пели такой псалом. О, я грешник бедный. Да, пеехме в старата церкви, о, аз бедния грешник. И люди прославляли не Твърца, не Иисус Христа, а прославляли дьявола. Да, и те не прославяха Бога, а просто дьявола с такава песня. Но все это сатанинская ложь. Но всичкото това е сатанинско. Мы не призваны жить в власти греха. Ни не сме призвани да живем и в властта на греха. Мы приняли новую природу. Ни приехме нова природа. И в нас церкулирует кровь Иисус Христа. И в нас церкулира крафта на Иисус Христа. Когда мы ровно столько, сколько мы открыти для Иисус Христа, друг для друга, для Церкова Христова. Доколкото ние сме открити за Иисус Христос. Кровь всемогущего Бога непрестанно церкулира в нас. А крафта на Иисус Христос непрекъснато церкулира в нас. Доколкото сме открити обаче. Да. Апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет, че всичко е позволено за човека, но ничто не должно тобой обладать, именно обладание, власть решающий вопрос, мы находимся под властью Иисуса Христа. Давайте му запомним, мы не под властью греха, мы под властью Иисуса Христа. Можем ли да кажем амин? Защото апостол Иоанн говори, че този, който се грешава, е от дявола. Защото дявола беше който първи се греши, но него му харесва да се грешава. И поэтому, когда мы принимаем просто такое решение о том, что грех такой сильный, за то, когда мы принимаем такое решение, мир так сильный, дявол все знает, он меня все равно обманет. Въпреки все, он не излежит. Таким образом, ты открываешь свою клетку для поражения. И в таком случае, ты открываешь клетка си за поражение. Открываешь свою клетку для болезни. Открываешь свою клетку для проклятия. И, соответственно, за проклятия. Но мы не пойдем по этому пути. Но ние няма да тръгнем по този път. Потому что наш Иисус Христос сделал абсолютно все. Защото наш Иисус Христос направи всичко. Чтобы нам иметь в Нем победу. За да имаме Неговата победа. И смотрите, как прекрасно объясняет наука. И вижте, как прекрасно, добре объяснява науката. На примере клетки. По примера на клетката. Что делает здорова клетка? Какво прави здравата клетка? В здравата клетка все циркулирует. В здравата клетка всичко циркулира. Происходит обмен. Да, произлиза не, а извършва се обмен, правилен обмен. И даже если туда попадет грязь или инфекция, она погибает там и вымывается. Да, и даже да попадне кал, в още някаква инфекция, тя се изхвърля. Как ведет себя патогенная клетка, больная клетка? Как се държи здравата клетка, патогенната клетка? Имунна система ослаблена. Имунната система е слаба, отслабена. Клетка пускает себе какую-то инфекцию. Клетката допуска съответната инфекция. Лимфоциты или кациты не работают. Лимфоциты и эрютрициты не работают. Текилеры не работают. Текилеры. Это текилеры клетки. Да. Текилеры. Текилеры не работают, как тут требуют. Я поэтому очистил свою речь от научного жаргона, потому что, ну, я принял решение, чтобы говорить проще. Да, и поэтому просто с переводчиками всегда проблема. Я как-то приехал в Пловдив, и там меня переводил. Без приводача, винаги сложно. Затова, когато отидах в Пловдив... Я проповядвал там. Аз проповядвах там. И вышел с там, ну, такое, возрасте пастор. Меня переводите. И излезе един възрастен пастор да ми превежда. Я приводил одно свидетельство. И аз така превеждах едно свидетелство. Я говорю, знаете, причина облитерирующая эндоритериейта. Знаете ли и това, което каза? Повторяйте. Да. Омблентирующая эндоритериейта. Эндоритериейта. И пастор не смог перевести. Да, и пастора, съответно, като мене вероятно, не е могал да го... Он что-то такое сказал. Облитывайте, че вардули такое, что... Да, промармарал нещо там. Но мы сегодня поняли, да? Но днес ни разбрахме. Что самое главное... Че най-важното... Что мы и в теле Господним... Че не сме в тялото Христово. Мы тело Исус Христа. В тялото на Исус Христос. И тело Исус Христа не болеет. И тялото на Исус Христос не боли това. Кто и ме скажет, амин. 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 От тук разбирам и от клипа разбирам, че Бог може да направи всичко. Ако Бог може да сотвори такова клетка... Бог може да сотвори всичко. От хляба той може да направи тяло Христос. Из виноградного сока може да направи христос. От гроздито може да направи вино. И он нам повелел так делать. И той ни каза така да правим. И когато ние се причистваме... Мы открываем се своим сердцем для Исуса Христа. Ние всичко са откриваме сердцето си за Исуса Христа. И Исус дает нам слава. И тогава Исус дава за нас слава. Бог дает нам от Своей славой. Бог ни дава на нас от славата Си. Через жертву Исуса Христа. Через жертвата Си. Слава нашему Богу. Слава на нашия Господь. Давайте ме коротко помолимся. Хайде кратко да се помолим. Спасибо Ти, дорогой всемогущий Бог. Благодаря Ти всемогущий и добър Бог. За то, что Ти когда-то умер за нас. За то, что Ти някога умря за нас. Потому что нас так сильно возлюбил. Защото Ти толкова не возлюби. Когато мы были еще грешниками. Когато бяхме още грешници. Нечестивими. Нечестиви. И лишеними слава. И лишени от слава. Ти омыл нас. Ти не изми. Сделал святими. На праведни святи. Праведни в Христе Иисусе. Праведни в Иисуса Христа. Праведни. Праведни в Иисуса Христа. И облег нас в Божия слава. И ни облечи в Божията слава. Спасибо Ти, дорогой всемогущий Бог. Благодаря Ти, скъпи и всемогущий Бог. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. И ни се молихме в имя Отца и Сына и Святия Дух. И ако сте съгласни, скажете Амин. Амин. Бъдете благословени. Будьте благословени. Бъдете благословени. Сегодня нам служила прекрасная Нели Ковалева. Нели Ковалева с нами с самого начала. Нели Ковалева е от самото начало при нас. Было време, кога она меня постоянно переводила. Беше време, когато тя постоянно ме превеждаше. И от тепер и опять. И сега пак. Да. Сегодня у нас еще одно свидетельство. Имаме одно свидетелство.